Глава европейской дипломатии Федерико Магирини выразила соболезнования России в связи с гибелью пилота Су-24, сбитого турецкими силами. Об этом говорится в сообщении внешнеполитической службы Евросоюза. Отмечается, что инцидент с самолетом Магирини обсудила по телефону с Сергеем Лавровым. Как вообще в мире отреагировали на то, что произошло? Павел Матвеев собирал мнение. Инцидент с самолетом вызывает беспокойство, усиливает напряженность в регионе и мире и может осложнить борьбу с терроризмом в Сирии. Вот в чем единодушно сходятся все, кто отреагировал на выпад Турции. Дальше оценки расходятся до противоположных, в зависимости от степени политической ангажированности тех, кто их дает. От констатации, что Анкара обезумела и лезет на рожон, до попыток доказать, что сбитый самолет якобы угрожал безопасности Турции. Наиболее сдержанно и нейтрально ситуацию, пожалуй, прокомментировала выступавшая в Бундестаге Ангела Меркель, чей заместитель часами ранее назвал Турцию непредсказуемой. После обстрела Турции российского самолета ситуация обострилась. Мы должны сделать все для деэскалации. Вчера я пообщалась с премьером-министром Турции и призвала его сделать все возможное, чтобы разрядить ситуацию. Деэскалация, как отмечают многие, нужна в первую очередь для того, чтобы конфликт не навредил борьбе с терроризмом вообще и запрещенным в России ИДИЛ в частности. Наибольшую озабоченность проявляют соседи по региону, к примеру, Иран. К сожалению, вчерашние события явно не улучшили обстановку в регионе. Мы призываем всех проявить сдержанность. И помнить о том, что подобные инциденты на руку террористам, которые в результате получают неверные сигналы. Англосаксы же словно соревнуются в том, кто чище отмоет Турцию. Британский премьер, тоже выступавший сегодня в парламенте, ясно дал понять, что для оценки случившегося на сирийско-турецкой границе Лондону вовсе не обязательно знать, что там произошло. Ответ уже готов. Все обстоятельства случившегося до конца неясны, но, думаю, мы должны уважать право Турции защищать свое воздушное пространство так, как мы защищаем свое. Хотя, конечно, нужно досконально разобраться в том, что же произошло. Представитель американского госдепартамента пошел еще дальше. Проявив чудеса изворотливости, журналисты опрашивали его с пристрастием, но дипломат выдержал осаду. Хотя для этого порой потребовалось самых острых вопросов не замечать. Сирийские туркоманы стреляли по российским пилотам, когда они спускались на парашютах. Их поддерживает Турция, и они сражаются против сирийских войск. Вы считаете их частью умеренной оппозиции? Вы знаете, если эти туркоманы были действительно атакованы во время российских налетов, у них есть полное право себя защищать. Но мы не знаем. И у них есть право стрелять в пилотов, спускающихся на парашютах? У нас нет четкого понимания всего, что случилось. Мы пытаемся установить, что произошло. Не надо торопиться с выводами. А что, это право распространяется только на тех, кто поддерживает Запад? А как насчет Асада? Нет, это не самозащита. Дамаск на мирные протесты ответил четырьмя годами террора. Гораздо откровеннее, говорят американцы, уже не обремененные высокими должностями и, следовательно, необходимость укривить душой. Томас Маккинерни, бывший замначштаба американских ВВС, пилот со стажем в 400 боевых вылетов, дал профессиональную оценку действиям турок со своей военной точки зрения. Я думаю, что турки допустили грубую ошибку. Они очень плохо рассудили. Я смотрел на трекер радара. Если русские летчики даже зашли в пространство Турции, то секунд на 20 или 40, не больше. По моим прикидкам, самолет был сбит, когда летел со скоростью 750-900 км в час. Он двигался под углом 180 градусов. Это значит, что он направлялся на юг, к территории Сирии. Со стороны Турции это был неверный расчет. Весьма ясно, отставники говорят и о политической роли Анкары в регионе. Бывший командующий силами НАТО не скрывает, ИГИЛ до сих пор существует во многом благодаря Турции. Все время было впечатление, что Турция каким-то образом поддерживает исламское государство. Турки хорошо обходились с теми, кто ехал через их страну в ИГИЛ. Ведь кто-то покупает нефть, которую продает ИГИЛ. Она уходит какими-то путями. Возможно, она идет через Турцию. Но Анкара этого никогда не признавала. Возможно, неприятные слова Анкаре приходится сейчас выслушивать и от своих западных друзей. Слишком уж выпиющий ее поступок. Просто делается это в разговорах не для чужих ушей. Официально Запад заявляет о солидарности с Турцией. Но за закрытыми дверями, возможно, с Анкарой говорят на чистоту. Ведь известно, как сама Турция ведет себя в отношении Сирии. Возможно, известны также и истинные мотивы уничтожения самолета. Невозможно Турцию заклеймить открыто. Ее осуждают шепотом. И поэтому я воспринимаю с оптимизмом то, что НАТО так и не заявило об исполнении обязательств в рамках договора о коллективной самообороне. Мнения на вчерашнем заседании Совета НАТО разделились. И споры, говорят, были жаркими. Итоговое заявление даже не согласовались со всеми членами Альянса. Вслух же руководство НАТО оправдывает действия Турции как может. Так и не признав, в частности, что в ее воздушное пространство российский самолет не входил. Союзническая солидарность не оставляет других вариантов. Логика понятна. Непонятно, правда, почему в связи с гибелью российских военнослужащих у НАТОвцев даже не нашлось простых слов соболезнований. Павел Матвеев, Елизавета Волчегорская, Кирилл Данилов, Первый канал.